Продолжение следует... И мы продолжаем серию вебинаров, которые проводят наши коллеги как из числа выпускников стажировки про реабилитацию, так и из приглашенных экспертов. Вебинары, посвященные актуальным проблемам организации медицинской реабилитации, где участники сообщества делятся с другими участниками сообщества. Продолжение следует... И сегодня Елена Анатольевна поделится тем, как ее отделение, ее больница проходила тот самый непростой путь интеграции медицинских сестер в реабилитационную команду. Какие были сложности, какие были удачи и какие сложности остались, может быть, сложностями и как с ними команда научилась жить и существовать. Возможно, несколько позже присоединится главная медицинская сестра, коллега Елена Анатольевна Яна Юрьевна Баранова. Сейчас она находится на неотложном вызове, поэтому, возможно, она подключится к нам позже. Но если нет, то тогда все наши вопросы мы адресуем Елене Анатольевне. Наша встреча планируется около часа. И план такой. Если у вас возникают вопросы по ходу встречи, просьба писать их в чат. В конце обсуждения мы их озвучим и зададим. Если у вас есть желание поделиться вашим опытом, также прошу сообщить об этом в чат. И тогда включим вам микрофон, и это будет очень здорово и очень полезно. Но все вопросы и все обсуждения мы отложим на потом. Итак, о чем сегодня пойдет речь? Когда мы планировали эту встречу, то обсудили, что сегодня будет фокус на основных барьерах коммуникации между медицинскими сестрами, инструкторами и врачом в ПРЭМ, которые существуют и возникают, и, возможно, эти барьеры общие для разных больниц. Мы поговорим об опыте Сургутской клинической травматологической больницы в поиске общего языка между подразделениями. Затем остановимся на том, как безопасно и эффективно соединить функцию реабилитации медицинского и уходового процесса в больнице. Затем, что можно преодолеть изнутри команды, а что приходится принять как данность. И, наконец, в чем нужно рассчитывать на постовую ПИТ-реанимационную медицинскую сестру, а какие задачи стоит специалисту по медицинской реабилитации оставить себе. Вот такой у нас примерно план. Елена Анатольевна, вам слово. Добрый день. Я хочу в первую очередь поблагодарить всю команду фонда за предоставленную возможность сейчас поговорить. Это как одна из стадий принятия дальнейшей работы. Поблагодарить за возможность стажировки. У меня действительно большая часть коллектива переездила на все возможные стажировки. И если кто-то еще раздумывает, я хочу сказать, не думайте, проситесь. Да, мы приезжаем на стажировку практически в лучшие практики страны, а возвращаемся работать обратно в свои бюджетные учреждения. И у нас все, конечно, не так. Нет столько медсестер, нет столько реабилитационных команд, другие нагрузки, другие коридоры, другое обеспечение оборудования. Но хочется сказать, нет ничего невозможного. У нас больница узкоспециализированная, больница травматологического и нейрохирургического профиля. Такой профиль больницы, еще я вот посмотрела на свой предыдущий доклад на конференции, с 83-го года существует наша больница, и в ней всегда было какое-то реабилитационное отделение. Вот сейчас уже хочется вот так вот сказать, потому что в истории мы пережили много приказов. Нет, я не с такого года работаю, мне еще пока не столько лет. Но вот я пришла в нашу больницу в 2005 году, а в 2003-м уже было тогда открыто отделение нейро-реабилитации, стационарное на 75 коек. То есть то, что сейчас представляет из себя второй этап. А третий этап амбулаторный у нас был всегда. А вот с первым этапом был период, когда у нас было много инструкторов, много сестер, и мы и по стационару работали. В какой-то момент стало все печально, в больнице стал выгоднее амбулаторный этап. И у нас еще такая особенность, что у нас корпус нейро-реабилитации – это трехэтажное отдельно стоящее здание. То есть вся больница смотрит окнами друг на друга и машет в сторону трехэтажного корпуса, а реабилитация там. Когда начались все вот эти прекрасные наши изменения, и стал нужен первый этап реабилитации, мое отделение тогда называлось физиотерапевтическое. Просто сотрудники разделились. Часть остались на амбулаторном приеме, часть пришла в стационар. У нас там был небольшой зал, кабинет, это ординаторская, кабинет приема. Это все реорганизовалось, сейчас немножко другая структура по помещениям. Ну вот если кто работает или смотрит в порядок 788, по которому мы работаем, в отделении ранней мельской реабилитации нет кабинетов. То есть мы никуда не приводим пациента, но мы приходим сами к койке пациента. И то есть вот в больнице реабилитация была, но она была там, вот в другом корпусе. А теперь мы пришли сюда, да. И вот тут один у нас из пунктов, как сделать видимую реабилитацию. Мне кажется, это совершенно простой пункт. Пришли и представились. Здравствуйте, мы реабилитация, мы смотрим пациента, там, Иванов, Петров, Сидоров. Что вы можете нам про него сказать, мы спрашиваем реаниматолога. Он стабильный, нестабильный, там, задаю вопросы по состоянию. Я сейчас вот, я сожалею, конечно, что я не делала тогда анализ в процессе, потому что все это начиналось, ну, очень так, сыро. И начали мы, на самом деле, в 2021 году. И я, конечно, очень рада сейчас, что мы тогда начали, потому что если бы вот я сейчас все знала, что... Тогда знала, что знаю сейчас, мне бы было гораздо сложнее. Мы просто тогда просто начали. И я не знаю, сколько раз нужно было там зайти к реаниматологам, чтобы они первые начали давать ответы, прежде чем я их спрошу. Или там любой доктор у меня из мультидисциплинарной команды. Чтобы они поняли, где инструктор, где доктор. Потом тоже, понимаете, как выглядит, да? Врач смотрит, ну, я врач-вестерпевт, врач ФРМ. Назначаю, приходит медсестра с аппаратом в реанимацию. Что-то делает. Меня от медсестры и медсестру от меня не дифференцируют, мы все для них из реабилитации. Поэтому иногда были такие варианты, и они до сих пор сейчас случаются, что через девочек-медсестер передают какую-то информацию, которая касается там врачебного контроля, назначений, вот этих вопросов. Это нормально, медсестра кивает головой, говорит, да, я передам, да, я сделаю, да, придет доктор. Приходит доктор и передает какие-то вопросы, это все решаемо. Поэтому вот если реабилитация есть, то она очень быстро и легко обозначается. Там, как бы, мы становимся прозрачны, мы видны, да. В какие там, так, наше отделение работает по вот принципу МДРК. Она отделена 18 коек двух реанимаций, на 6 коек ПИТа, на 45 коек неврологического отделения. То есть это достаточно большой объем, да, как бы, а больница всего на 525 коек. То есть остальные койки мы не ведем как МДРК, но мы работаем, что называется, по старому принципу через консультацию врача и назначение процедур. Поэтому, грубо говоря, как бы, у нас нет проблем там с обозначением или непрозрачностью реабилитации. И у нас электронная история болезни, она, конечно, значительно облегчает нашу жизнь. И врачи, и инструкторы-методисты ЛФК, логопеды-психологи. Вот сестры, наверное, имеют только доступ к назначению распределения процедуры, видят назначенные им процедуры. Все остальные специалисты имеют доступ к полному тексту историй. Я точно знаю, что постовые сестры имеют доступ тоже ко всему тексту истории. То есть нет проблем за тем, что приходили, что-то делали, оставили запись. Это даже никаких сомнений ни у кого не возникает. То есть функцию контроля, она выполняется внутри отделения. Какой там у нас следующий пункт? Мы начинали говорить с вами о том, как развивалось постепенно отделение реабилитации, но при этом при коммуникации с группой медицинских сестер возникала сложность в некотором налаживании взаимопонимания. То есть понятно, что иногда другие коллеги из других отделений путали врачей реабилитации с медицинскими сестрами, которые ухаживают за пациентом, но при этом и вам приходилось у медицинских сестер что-то просить и на что-то рассчитывать. И в этом были сложности. Вот какие именно сложности были? Ну, смотрите, сложности были в первую очередь. Мы другое отделение, то есть отделение неврологическое, травматологическое, любое. Оно существует изолировано на какой-то площади. Тут начинают приходить какие-то люди, потому что ранняя реабилитация приходит к пациенту. Не пациент к нам в кабинет. Мы приходим, говорим реабилитация, создаем какие-то телодвижения, да, еще хотим какого-то порядка. Еще начинаем задавать вопросы, причем не один, да, как пациент ел, как пациент спал, как он вообще на что-то реагирует. У меня есть увлекательная история, как мы выясняли, кто видел у пациентов стул, да. Я еще в позиции заведующего отделения, мы там все с бейджиками, у меня написано, я его ношу, его всем видно. Приходит чужая заведующая, начинает донимать вопросами. И сестры иногда пугаются, да, то есть они не привыкли к такому опросу, чтобы не сказать допросу, да. И я вот все время там объясняю, что я за правду жизни, потому что вот за правду жизни, а не зато проверить, как они сделали клизму пациенту, да. Потому что я в какой-то момент поняла, мне рассказывают, как нужно сделать клизму, а не что получили в ответ. А мы там, и доктор-невролог тоже не в курсе подробностей стул у пациента, да, а мы все, значит, за него дружно боремся всеми возможными методами. Там хирург, невролог и реабилитация. Пытаемся получить стул у пациента. Поэтому вот то, что это не внешний контроль, это для пользы пациента, а вот в какой-то переломный момент где-то случается, как-то это волшебство работает. Вот не могу назначить вот эту конечную фишку, но где-то, когда ты начинаешь получать обратную связь от сестры, быстрее даже, чем задаешь вопрос. Хотелось бы уточнить. Правильно я понимаю, что при этом вот эта группа медицинских сестер, которые в подчинении главной медицинской сестры, они, по сути дела, как отдельное отделение, и к ним с разными запросами относительно одного и того же пациента могут обращаться представители разных отделений больницы по разным потребностям. То есть вы как специалисты по реабилитации, так и лечащий врач и, возможно, кто-то еще. Да, но там, как правило, это вот доктора-консультанты, которые хотят какие-то назначения посмотреть или какие-то назначения добавить, которые эта медсестра на посту будет выполнять. Либо это выполнение за медсестрой, там, согласование по времени, каких-то манипуляций. То есть постовая палатная или пиццестра, она отвечает за все, она круглосуточно пребывает с пациентом, она видит, сколько раз он вышел в туалет, если это касаемо там легких палат, если это питовская, то за ними там замена памперсов, все перевороты, уходы, как бы абсолютно полностью, вот обслуживание, уход, все уходовые мероприятия этого пациента. Реабилитация, когда мы начинали, как бы у нас в больнице нет пролежней, да, я это прекрасно понимаю, что это значит, это хороший уход, это прекрасно, да. Спрашивая первоначально медсестер, как вы переворачиваете пациентов, я понимала, что либо я не получаю ответ, потому что никак не могут сформулировать, потому что как-то это делают, сами себе не могут ответить, где, почему и как, да, либо получала ответ, как написано в учебнике. Ну, я же там захожу, я могу в пит-палату зайти совсем не один раз, да, с словами, они все лежат на спине, когда будут лежать на левом боку, и тишина в ответ, да. Давайте их, как бы, тоже инструктор ЛФК, он же ворочает пациента во все стороны, да. По-первых, мы получали вариант положить, как было. Ну, главное требование реабилитации к медсестре, которая осуществляет уход, это вот, чтобы пациент был накормлен, напоен и в чистом памперсе. Это вот касаемо самого тяжелого пациента. Там и люблю пациентов в реанимации, потому что они на мониторе, можно нажать одну кнопочку, а не стоять вот с грушей тонометра. Как бы, и чтобы кто-нибудь мне либо сказал словами, либо показало в листочке, что там было с давлением, ну, с какими-то витальными функциями, там, в предыдущие сутки. Потому что все-таки реабилитация в дневное время осуществляется, а что там было ночью? А что там было ночью? Ну, скажите мне словами, что там было ночью, потому что, ну, и тоже в листе же не все пишется. Вот это вот, знаете, в какой-то прекрасный момент, как бы, как сестры организовались, они же тоже между собой вот это все обсуждают, что прям появились в разных отделениях разные графики, с какой частотой, ну, грубо говоря, каждые два часа, да, пациенты лежат на каком боку. Я вот точно знаю, что вот с 8 до 10 во второй реанимации пациенты лежат на левом боку. Вот приходишь, все вот так вот выложены, да, летом появились новые сотрудники, информация передалась, пациенты лежат на левом боку. Мне, как реабилитологу, не понравилось позиционирование руки. Я говорю, Диди, вот подошла, говорю, ты сейчас вот тут вот переворачивал, смотри, что с рукой, да, как-то, как, он оборачивается на всю палату, и говорит, они все так лежат, я говорю, так кто же их так выложил, давай положим вот так вот, наверное, будет удобнее. Через некоторое количество времени смотрю, что этот медбрат, это и все, и все руки выложены правильно, и плечи выложены правильно, и голова, да, все, все как положено, да, то есть, вот, ну, это, в принципе, вот капля камень точит, это вот так называется, да, потому что приходит новая медсестра, новый сотрудник и делает, как принято. А как-то, а почему так принято, да, почему так исторически сложилось? У нас тоже отделение организовалось несколько раз, там, мы менялись и помещениями, и в ковид мы съезжали, и переезжали, да, а почему это, а почему у нас так кабинеты расположены, почему у нас так аппараты стоят? В какой-то момент вдруг кому-то что-то почему-то становится неудобно, мы хором все вспоминаем, почему так. Я понимаю, что в реанимациях, в других отделениях точно так, да, исторически сложилось. Грубо говоря, там, например, в больнице четко регламентирована раздача пищи, да, то есть завтрак, обед и ужин четко привязаны к времени работы пищеблока, это вообще один из самых жестких, наверное, туго подвижных критериев в больнице, кормление, да. Вопрос. Памперс менять до кормления или после кормления, да? Как лучше, как правильнее, как принято в этом отделении? Когда мы начинали от слова совсем там в 21 году, этот вопрос вызвал шок у медсестер. Какое вам дело до памперса? Так, подождите, приходилось объяснять, что если пациент в каком-то сознании, с какими-то элементами критики, у него там будет масса ощущений полного памперса, и мы тоже прекрасно ощущаем этот памперс, да, а мы хотим тут же быстренько расширить по переносимости пациенту двигательный режим. Посадить, отлично сидим, все параметры допускают, мы встанем, а там полный памперс, пол памперса, хорошо, да? Поэтому вот эта вот система, она как-то выстраивалась вот вопросами, запросами, да, и с падающими памперсами тоже, потому что коммуникация, коммуникация зависит все-таки от личности. Вот это вот к вопросу видимости, невидимости реабилитации, реабилитацию трудно не заметить, если она есть, да? Но я точно знаю, что у меня есть в коллективе интроверты, которые тихонечко придут, тихонечко все сделают, и предпочитают работать с пациентами, с которыми не нужно выстраивать коммуникацию. А есть те, кто разговаривает даже мертвого. Очень много слов там приходится даже останавливать, да? И у меня вот инструктор такой, и медсестра такая на палате сошлись. Ой, пациент, я вижу, что ой, пациент столько не выносит. Тише, тише, медленнее, через слово. Поэтому коммуникация – это вот наше главное все на самом деле. Все остальные процессы решаются через нее. К сожалению, вот в реабилитационном отделении мы через вот какие-то сложности, да, через вопросы в лоб, через ответы хором там, да, как-то выстроили коммуникацию. Достаточно, с моей точки зрения, это обошлось легко и нормально, как бы быстренько, да. И с сестрами тоже, и с инструкторами. С сестрами выстроена коммуникация достаточно активно в моем отделении, потому что сестра – крайний исполнитель. И, как правило, у нас вот сестринского персонала большого дефицита особо-то не было, а вот врачебного полно, да, то есть по-хорошему доктор даже тяжелого пациента не успевает там пересмотреть в ходе лечения. Медсестра-то видит его каждый день, когда делает процедуру, а доктор бежит к следующему, что называется. Поэтому, если медсестра видит, что там что-то не так, она быстрее позовет доктора, чем это сделает лечащий доктор. Вот в чем дело. Поэтому с сестрами в моем отделении коммуникация всегда была, ну, я так теперь думаю, выше среднего уровня. С сестрами-постовыми палатными в отделение, в которое мы приходим, коммуникация выстраивается. У нас, например, вот детское травматологическое отделение, там вообще все прекрасно, там сестры, ну, просто вторая мать, хочется сказать. И они еще находятся рядом с нами. Вот они быстрее лечащего доктора, который все время в операционной, прибегают к нам. Как бы и доктора, и медсестру, и инструктора, всех за руку и показывать, что там с ребеночком. Поэтому, а вот есть отделение, где и внутри отделения, наверное, с коммуникацией сложно, да, и доктора себя ведут, как вот, ну, медсестра-исполнитель под доктором. С точки зрения вот контроля, там диалог строится между доктором и медсестрой, распоряжение, контроль, контроль и распоряжение. В реабилитации так не работает, нам надо подробности. Поэтому просто надо разговаривать. А если с медсестрой там, что называется, годами в таком режиме никто не коммуницировал, для нее это тоже нестандартная ситуация. Как бы у нас была ситуация, что я говорю, я третий день прихожу вам на пост, рассказываю, они мне на третий день говорят, нам передали информацию по смене, потому что даже смены между собой, да, какую-то эксклюзивную информацию по пациенту в плане, там, ухода или особенностей поведения не передают. Так, к сожалению, тоже бывает. Но это все вот налаживается. Я считаю, что с того момента, когда мы активно работаем на реанимациях и первом этапе, ситуация изменилась значительно. Меня тут просили коллеги, пытались спросить, консультировались с другого лечебного учреждения, они только начинают, говорят, с чего начать. Я говорю, я даже думаю, сейчас не хочу с чего начать, потому что мы уже вот на таком уровне, что я прихожу там, или я, или кто-то из моих докторов, или инструкторов, или даже медсестер, да, с аппаратом под мышкой или в тележке, да, что постовые не пугаются, что, ой, что вы там будете делать, да, какая реабилитация, он же тяжелый в пите, посмотрите, у него кислород. Прекрасно, у него кислород. Мы сейчас пульсоксиметра денем, там давление померяем и расшевелим его. Мы хотим с ним посидеть. Прекрасно сидит, мы постоим. Они говорят, что вы, это же пит, кто тут стоит? Это вот были такие ответы там, вот, когда мы начинали года три назад с лишним, да, а теперь мы в спину слышим, а когда вы с ним стоять будете? Да подождите, он у нас еще толком не сидит, да. Потому что, на самом деле, какая была бы ни медсестра по профилю, да, вот по месту ее локализации работы, они все очень настроены на помощь. Иногда реабилитация, наоборот, мы тормозим медсестру, что очень много сервиса. Очень много сервиса для пациента. У него прекрасно работает одна рука. Дайте ему ложку в эту руку. Не надо его кормить. У нас тут был тоже казуистический, ну, я считаю, что это казуистический случай, да, потому что питовская медсестра всю палату мужскую прекрасно бреет, да. Отлично, там лежит пациент со спинальной травмой, у него прекрасно работает голова, прекрасно работают руки. Я говорю, это что за сервис? Почему вы его бреете, а не он сам? Он лежит, улыбается. Я говорю, почему? Так доволен? Он говорит, я привык бриться стоя. Я говорю, ты отказываешься со мной сидеть, потому что тебе тяжело. Ты собираешься трястить бороду? Покажи, до какого уровня, чтобы мы к ней стремились. Как бы медсестра с радостью отдала ему все бритвенные принадлежности. Он сказал, я не буду бриться. Я говорю, мы оставим здесь у тебя на столике. Ты подумай. Завтра я приду, спрошу про длину бороды. На завтра я прихожу, он побрит. Сам побрился? Сам побрился. Садиться будем? Будем. Медсестра от лишних телодвижений по уходу за пациентом совершенно свободна. Поэтому реабилитация иногда вот такие вот моменты делает, что мы лучше разделяем активность пациента. Потому что у сестер, ну, слишком вот этот вот уровень сервиса помогайства, он где-то вот прям даже с перебором. Можно немножко меньше. Другой момент есть, что вот медсестры как между собой плохо коммуницируют, с доктором отношения построены в отделении, вот в режиме указаний и исполнений. Медсестра также не коммуницируют с пациентом. Все реабилитационные сёстры, все физио-сёстры, все инструктора разговорчивые. Ну, мы прям все приходим, здороваемся, представляемся, спрашиваем пациента, там, сдаём хитрые вопросы по ориентированности, ориентированности, там, в себе, времени, личности, пространстве. Как бы не всегда медсёстры стереотипно разговаривают с пациентом. Ну, вот сегодня прям бальзам на душу. Пока я была с одним пациентом, у нас не дефицированы пациенты, то есть нет информационных досок, поэтому мы все заходим в палату, там, здороваемся и спрашиваем, кто Иванов, Петров, Сидоров, к кому я пришла, да. Пока я занята с одним пациентом, приходит медсестра брать анализы крови у другого пациента. Она здоровается, спрашивает у пациента по фамилии, потом по фамилии имени отчества. Ей машут в сторону пациента, который со сниженным сознанием. Она обращается к нему два раза по имени отчеству. Пациент на неё не реагирует. Вот медсестра продолжает, не реагирует, не открывает глаза, не поворачивает голову её в сторону, то есть коммуникация со стороны пациента ноль, да. Медсестра молодец, вот я просто не могу оторваться там, я даже не могла там ей махнуть, была занята другим пациентом, но медсестра продолжает коммуницировать с пациентом. Она говорит, я пришла взять у вас анализы крови, какой пальчик, пациент не реагирует, какой пальчик. Она продолжает с ним разговаривать, говорит, вот эту ручку, вот этот пальчик, а сейчас из венки, и сейчас я тебе прижму. Всё, молодец, умница, лежи, выздоравливай. От пациента было ноль реакций, это прекрасная коммуникация. Вот сегодня просто был бальзам на душу, да. К сожалению, бывают такие варианты, когда всё с точностью, да наоборот, да. Стоим все революционные команды, я стою там во втором ряду, поэтому у меня есть время и возможность вертеть головой, подслушивать, что вокруг делается по палате, и в коридоре ещё заодно. Потому что мы этого пациента посмотрели в реанимации, и сейчас его как раз перевели в отделение, пациент в сознании, без речевых нарушений, без конгитивных нарушений, то есть в полном уме, разуме и речи, да. Но его перевезли с реанимации, он не одет, и он с мочевым катетером. Просто молча подходит медсестра, молча поправляет ему катетер, привязывает этот мочевой мешок там к ручке кровати. При вот этом движении мочевого катетера пациент испытывает дискомфорт, никто никому ничего не говорит, ни медсестра ничего не сказал ни слова пациенту, ни пациент ни слова медсестре сказал. Что мы имеем? Мы имеем грубо выполненную манипуляцию, мы имеем повышенную тревожность пациента, его готовность к реакции на болевой раздражитель. Вот это вот отсутствие коммуникации, поэтому все, кто нас слушает, я призываю к одному разговаривать, разговаривать и разговаривать, да. Приходится тихонечко подойти к этой медсестре и говорить, там пациенты легкие, палата-то легкая, как бы, можно было бы и сказать, она смотрит на меня, ничего не говорит. Ладно, хорошо, я подойду еще раз. И не раз. Вот в чем дело. Поэтому основное – это коммуникация. Если мы не будем разговаривать между собой, друг с другом и с пациентами, то смысла от реабилитации не будет. Так, кто-нибудь хочет что-то мне спросить по этому поводу? Потому что там глупатная боль. Или можем переходить к другому какому-нибудь, он кто? Да, наверное, мы вопросы договорились оставить на потом. Были ли какие-то моменты, которые вам кажутся все равно непреодолимыми, точнее, не были ли сейчас, если на нынешнем уровне развития взаимодействия между подразделениями, какие-то моменты, которые вам кажутся все равно пока еще непреодолимыми, и их нужно просто принять как данность? Ну, я думала над этим вопросом принять как данность. Я принимаю как данность наш кадровый дефицит, наши технические условия, нашу оснащенность. Потому что тут ко мне приходило на собеседование новый сотрудник, новый будущий сотрудник. Человек три раза переспросил, на каком оборудовании, каким институтом мы работаем. Пришлось три раза ответить, чтобы мы попастили пациента. Это не надо. Все остальное вспомогательное, и мы от него не очень зависим. Но так может позволить себе вести только первый этап. У нас какие-то вот эти вспомогательные приспособлялки, мячики разных размеров, чем лучше, подставки, потому что не все кровати функциональны. Разметка на стенах клеится в той же палате, где лежит пациент. Там переживает наша разметка наклеена, а генеральную уборку хорошо не переживает. Значит, мы наклеим, там инструктор наклеит следующую. Каждый творчески реализовывается как может. Поэтому нет у нас оборудования. Даже вот по порядку, там мы стоим, у нас растянул наш департамент эту очередь, оснащение на три года. Как бы вот это вот я принимаю как данность. Никуда ты от этого не денешься. Как данность нужно принять какие-то вот личные сны, особенности членов реабилитационной команды. Поскольку у нас еще есть в больнице два детских отделения, детская травма и детская нейрохирургия. У нас периодически бывают, конечно, очень тяжелые дети. Не все могут работать с детьми. Вот прям тут не зависит от того, мать ли ты, не мать, есть ли у тебя свои дети или нет. Но детская практика – это, как правило, другая практика. Поэтому здесь вот тоже инструктор закреплен за реанимацией. Мы все работаем по системе ротации. То есть мы меняемся рабочими местами где-то примерно раз в месяц. Сестры тоже травма подразумевают очень много манипуляций, выполненных на месте у постели пациента. Да, там приходят к нам пациенты с плановой нейрохирургии, с ортопедических каких-то отделений. Но большая часть процедур делается на месте у постели больного. В ковид мы вообще закрыли все кабинеты. Мы двигались по больнице только сотрудники. И пациенты не передвигались у карантинных ограничений. Как бы сестры тоже вот меняются. Кто на кабинете, кто по этажам, по отделениям. Как бы, ну вот, например, детство – это вот, ну, момент исключения. Ну, как правило, сотрудники, это вот, ну, зная, что все меняются, между собой делятся, вот, знаете, вот прям без участия заведующие и старшие. Я только иногда спрашиваю, что там у меня инструктор третий месяц не выходит из детского отделения, третий месяц не выходит из ортопедии. Что так-то, чем обусловлено? И, ну, если все время работать в одном отделении, то специфика, например, там, травматологии – это ставить на костыли на трости. Как бы, потом забываешь, что делать вообще в реанимации, как ставить инсультного, куда смотреть в травме, там почти никому не надо мерить давление, никаких этих проб, ни минимум контроля. То есть как-то совершенно такая другая работа по режиму и нагрузке. А зарплата у всех одинаковая. Поэтому вот, ну, как-то так случается. Так, что я тут еще и готовила? Хотела еще тогда спросить, пока вы вспоминаете следующий момент. Коллеги, кстати, можете, если у вас есть возможность включать камеры, так будет, ну, уютнее на нашем вебинаре. Если нет возможности, то остаемся тогда так. А были ли у вас какие-то, наоборот, неожиданные приятные обратные связи от медсестер или предложения от тех, кто уже включился в такую новую коммуникацию, и тут уже вы от них получали то, что называется, инициатива или какие-то идеи, или предложения, или, может быть, не на уровне медсестры, но на уровне главной медицинской сестры, как организатора всей команды медицинских сестер? Ну, у нас главная медсестра очень комплиентна к нашему реабилитационному процессу. Вообще, как бы, как организатор она мне нравится. Здесь у нас только поддержка. Потому что, тоже, смотрите, наш порядок подразумевает реабилитационную медсестру, да, и это, ну, это не физио, физио, ЛФК и массаж в одном лице, да, это ещё вот масса реабилитационных компетенций. Хотя вот я готовила, готовила, всё совпало в моём мире, я пыталась вместе со своей старшей медсестрой написать должностную инструкцию. Что мне, потому что, потому что у меня есть медсёстры, прошедшие переподготовку, ну, качество её, это отдельный вопрос, так и быть, да. Мы учимся внутри отделениями, какими-то маленькими курсами, какими-то разными программами, которые мы где-то просим, ищем под нас. Учимся везде, где только можем, вживую и онлайн. И за деньги больницы, и за свой счёт, потому что, ну, специалисты понимают, что вкладываться в образование выгоднее, легче, качественнее и эффективнее работать. караул, я хочу сказать, профстандарт реабилитационной сестры включает очень много, чрезмерно много, при том, что он дублируется и с постовой медсестрой. Я для себя выяснила, что постовая, пид, палатная, процедурная – это всё одна медсестра, это всё один профстандарт. Это караул. Они так много не могут. Они так много не могут. Что я тут написала себе? Я на самом деле готовилась, несмотря сейчас на мою сумбурность, мы обсуждали это с коллективом, что оставить себе, а что отдать медсестре постовой. Себе мы оставляем двигательный режим в первую очередь. Вопросы активности и самообслуживания пациента, адаптивные устройства все. То есть ходить пациенту с костылём, с тростью или с ходунками – это исключительно реабилитационная компетенция. Ну, скажем так, особо на неё никто и не претендует-то, да? Даже когда там хирург говорит пациенту, мы вас прооперируем, вы будете ходить с тростью, а я стою рядом, киваю головой, я говорю, я тут задержусь, сейчас мы тут немножко переговорим, да? То есть официально у нас пререабилитация не оформлена, но иногда бывают вот эти отсрочные операции. Когда успеваю засунуться, тоже пользуюсь своей опцией во всю меру полномочий, даже с превышением, говорю. Потому что я вижу руки пациента, и по нему начинаю выяснять, сколько пациента вообще ходил до травмы, да? И понимаю, что этими руками с артрозом никакую трость не удержит. И выясняется, что пациент последние три года вообще из дома не выходил и живет в однокомнатной квартире. Какая трость? Куда идти? Наша задача встать на ходунки, на них начать делать шаги, да? И травматологи не оспаривают, что даже в первой записи до вмешательства я могу позволить там себе запись с запланированной ходьбой с ходунками. Как бы если инструктор дальше расхаживается с ходунками хорошо и там меняем что-то на более облегченные варианты на костыль и на трость, все прекрасно. Или мы говорим, что дальше, чем выставить с ходунками здесь невозможно, как бы с нами давно уже никто не спорит. Как бы реабилитация хочет, чтобы пациент был накормлен, напоен, хорошо был наверчен, чтобы у него не было пролежней трофических вот этих изменений, что если у пациента есть дренаж, проблемы с глотанием, то значит головной конец опускать категорически нельзя, 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 никогда нельзя, и в ночное время тоже нельзя. Я не знаю, на какое повторение там мое, на какое, как бы, что нужно поднять головной конец. Медсестра на меня смотрит, не спорит, закивает, но головной конец не поднимает, иду я поднимаю. Потом они стали ходить вместе со мной, я не знаю, на какой момент я зашла, но, боже, как прекрасно, все в зонтами висит, а с мешками, с едой все висит, да, и все прям отпозиционированы так, как нужно. Какая красота! Когда мы начинали в 21-м году, тоже, что нужно для реабилитации, мы голыми руками, нам нужно позиционирование пациентов, купите хоресторадию в больницу, нормальные подушки для позиционирования пациентов, потому что нашита из чего ни попадя, все, что возможно в разном качестве, состоянии, никаких размеров, потому что шьют сестры, шьет швия у нас в больнице, не знаю, сейчас есть, нет, что-то давно не видела, но была, да, то есть она в каком-то режиме что-то нам шила там на разное отделение. Купили подушки, купили подушки как на мое отделение, но мне же негде лежать, да, мы их дружно с моей старшей медсестрой раздавали, вот, реанимационным старшим сестрам, неврологической, старшей медсестре неврологического отделения, да, и слышали в ответ, где я это буду хранить? Потому что у меня нет кладовки, у меня нет места в кладовке, так, подождите, было сказано, это подушки, чтобы хранить их в кровати пациента под пациентом. Обложены пациенты этими подушками, хорошие подушки, не всем отделением раздали, нужно попробовать повторить эту закупку, попросить их еще, да, потому что лежат как надо, я не знаю, на какой момент это работает, сколько раз нужно повторить, сколько раз инструктора выкладывали пациента как нужно, на каком этапе, моменте сестры палатные вспомнили или запомнили, или узнали, как нужно выкладывать пациента. Но больше того, наверное, уже все сестры отделения, с которыми так активно работаем, и нейрохирургические тоже, знают, как выкладывать пациента в дренажные положения, когда проблема с бронхолегочной системой. Там же тоже все не просто так, пациент крутится. Там есть где-то, где-то от нашего Минздрава есть большая красивая картинка из клинических рекомендаций, вот кому я только ее не переслала, как бы, но это работает, вот так оно работает. Как бы мы показываем, мы рассказываем, мы делим все информации, и как-то оно начинает работать. Я не знаю как, ну вот каким-то волшебным образом в таком вот варианте. У всех сестер стоит вот уход за стомами, но, наверное, это все-таки я бы оставила постовой, а не реабилитационной. У нас в команде нет арготерапевта, у нас общая проблема с арготерапевтами в регионе. Ну, мы не одни такие, это там по всей стране печаль большая, да, потому что вот обучение пациента уходу за стомой, оно ложится вот на палатную медсестру. Я вижу, как они стараются объяснить пациенту, как пациент не хочет этих объяснений иногда, да. Наверное, вот арготерапевт это делал качественнее, я все время думаю. Но пациенту приходится сталкиваться с уходом за какой-то вот стомой, неважно за какой на самом деле, да. Какая разница, где дырочка, да. За ней все равно нужно ухаживать. Что родственники потом вынуждены тоже сталкиваться с этими проблемами, и они плохо решаются на этапе, конечно, поликлиник города. Но у нас, например, в городе теперь есть такая прекрасная организация, как Красный Крест. Они взяли на себя эту опцию. Они неплохо закрывают эту проблему на самом деле. Поэтому вот главное довести информацию до пациента и его родственников. Потому что, ну, вот, несмотря на то, что мы на первом этапе работаем, да, всегда хочется знать и понимать, чтобы пациент дальше пошел в счастливую жизнь, да. Потому что, на самом деле, какая бы ни была медсестра, да, мы все хотим одного выздоровления пациента. А уже каких усилий мы для этого прикладываем, да. Каждый свои, все у своих компетенций. Как бы, и... Да, мы начинали в каких-то моментах это было, было такое впечатление, что вы хотите, чтобы реабилитация была, но вам за это ничего не было, и чтобы вот мы приходили и никого не тревожили. Да, реабилитация занимает достаточно значительное время все-таки, да. Нам нужен подготовленный пациент, да, когда у пациента появляется критика, пациента нужно одевать уже так, как он хочет, а не так, как сделали сестры. Как бы, это, ну, становится менее удобно в этом иногда сестрам. Но это как-то налаживается, это просто нужно обсуждать. И вот тут мы тоже одевали пациента в реанимации. Медсестра принесла, это не вещи пациента, это вещи из общественного фонда тоже благотворительного, собранные. Медсестра принесла три футболки на выбор пациентки, три футболки. Мы стояли и кивали головой, смотрели, какой цвет, какой рисунок, что ты хочешь. Пациент имел право выбора. Инициатива была не от реабилитационной команды, а от медсестры из реанимации. Я считаю, что это много значит, что это, мы не просто так вот это, что медсестра в реанимации понимает вот эту значимость и важность. В какой майке хочет лежать пациент? Так. Ну да, перевязки, инъекции, раздача медикаментов, вот это и у реабилитационной сестры тоже. Ну куда? Ну зачем? Как? Я это плохо представляю. Я это плохо представляю, как бы с одного, что называется, второго захода написать должностную инструкцию, основываясь на профстандарт, а он утвержденный. У половины членов МДРК профстандарты не утвержденные, примерно приблизительные, да? У медсестры утвержденный. У меня рука не поднялась, как у заведующих, вписать это своим сестрам в должностные обязанности, чтобы потом в какой-то момент все-таки ткнуться в них и что-то требовать. Не знаю, как вывезти, да? Я понимаю, что я как заведующая потом буду пять раз переписывать эту историю, а это нужно утверждать там у всех, кадры, юристы и еще куча вот этих организационных моментов, да? И я на каждом моменте должна буду объяснять, почему меняем должностную. Ну, потому что я не хочу, чтобы мои сестры это делали. Да, я хочу, чтобы они делали больше реабилитационного процесса и меньше вот лечебного ухода. Я считаю, что так будет эффективнее. Как бы, да, и у всех докторов лечебных специальностей, и у всех сестер всех профилей тоже есть в профстандартах реабилитационная компетенция. Ну, подождите, мы же не требуем с них ее вот так вот по полной, да? Как бы, да, доктор должен знать там какие-то азы и не дальше, да? Нас устраивают азы, когда он просто позвал реабилитолога. А дальше мы уже сами разберемся, чего мы там будем делать, да? Ну, это минус нашей электронной истории болезни, потому что есть неленивые сотрудники, которые читают записи, да, и если мы там у одного пациента стимулировали электропроцедуру диафрагму, ну, это же не значит, что нужно долбить электричеством по всем людям, у которых там проблемы с дыханием, да? Поэтому прямо иногда зовут сделайте электрость, подождите, здесь противопоказания к электричеству от слова вообще и не в дыхании дело. Хорошо, мы пришли, мы сейчас придумаем, что поделать с этим пациентом. Ну, вот так вот доктор владеет реабилитационной компетенцией, да? Поэтому и на реабилитационную сестру не надо возлагать вот эти общие лечебные уходовые компетенции. Для этого есть вот постовые, палатные, младшие медсестры. Пусть это будет на них, а реабилитационная сестра делает вот лучше мне электростимуляцию качественно, так как надо, и занимается другой активностью пациента. Ну, спросите меня еще что-нибудь. Я знаю, какой обычный любимый вопрос всегда задают участники стажировок в этот момент. Какое у вас соотношение количества пациентов и количество медицинских сестер каждой направленности? Вы говорили о разной направленности медсестер. Вот это в цифре, что называется. Ну, смотрите, у нас все как не должно быть на самом деле, да. У нас больница на 525 коек, а МДРК работает на 63. Из 63 пациентов на самом деле не все в работе, да, потому что, например, там либо тяжелый пациент, очень тяжелый пациент, мы с ним не работаем, либо, например, там транзиторная ишемическая атака, и пациент за сутки компенсировался, и, ну, там нет повода к реабилитации, неврологи им занимаются, отлично, они им занимаются. МДРК посмотрела, оттестировала пациента, и мы не занимаем его никакими ни физиопроцедурами, ни физкультурами, ни, прости, господи, массажем. зачем, если пациент восстановился полностью. Да, неврологи занимаются диагностикой, как вторичной профилактикой, там дальнейшими всеми, мы этого даже не касаемся. Поэтому у нас соотношение крайне неправильное, оно не показательно, оно страшное на самом деле, да, оно еще выглядит страшнее, потому что мы в своем учреждении реализовали пункт ежедневная реабилитация. Мы работаем в скользящем графике, вообще наша больница работает пятидневку, но МДРК выходит работать в субботу и воскресенье. Выходит один врач, три или четыре инструктора, два это крайне мало, и медсестер выходит в зависимости от того, сколько у меня их есть там вживую, да, они между собой распределяются, чтобы это было примерно равномерно, две этапы, это нормально, если вдруг их выходит там больше по разным причинам, значит, они забирают на процедуры, на физиопациентов, которые лежат, например, на травматологии или на нейрохирургии, или они забирают там все педпалаты, но это консультируется с докторами, которые ведут это отделение, кого вы хотите полечить там побольше и побыстрее, да, в таком режиме. Скользящий график позволяет, в нем есть один прекрасный нюанс, он еще позволяет иногда поставить рабочее время не с восьми, как работает вся больница, а, например, с девяти, и очень удобно, тогда медсестра заканчивает вот чуть позже норму рабочего дня, и она может сделать, например, второй подход, потому что не всегда они все там или все, да, хотят работать там больше, чем на ставку, там на полторы, да, ну вот у физио-сестер какая-то такая более выраженная семейная направленность, они не хотят больше денег за больше работы в некоторых случаях, они хотят быстрее домой к детям, как бы в таком вот режиме, поэтому, когда медсестра выходит со сдвинутой сменой, это дает нам вариант состыковать процедуры туда попозже, пониже, ближе к вечеру, у нас очень хорошо состыковывают между собой процедуры вот медсестры физиотерапевтические и инструкторы ФК, кто за кем, в каком порядке, плотно, да, они прям очень хорошо мне вот эту вот работу срабатывают, да, в этот режим всегда, к сожалению, не вписываются, ну, ухудшение пациента, это же первый этап, там, все что угодно может произойти, и второй момент, не вписываются диагностические исследования, когда пациента срочно увозят на УЗИ, срочно увозят на КТ, да, а мы тут пришли, а мы все хотели, да, отлично, мы передвигаемся, да, как бы, например, ну, на инсультном отделении там тоже нормально попросить медсестру постовую, перезвоните, когда вернут пациента, что если это какие-то обследования цитовые, тогда доктор на ординаторской глянет в историю, что там, можно нам продолжать или не можно продолжать и даст отмашку, у нас вот этот вот тоже, ой, рабочий чатик, иногда только тренькает, хочется сказать, да, но с другой стороны, мы все разбежались по пяти этажам больницы и собираться всем, как бы, ну, в восемь утра мы все собираемся и перед выходом домой мы все собираемся к трем, да, подтягиваемся, снимая маски и перчатки, да, в таком режиме, а вот это вот передаваться из рук в руки, глядя глаза в глаза иногда в течение дня невозможно, да, там, я ближе к трем становлюсь в коридоре, потому что я хотела одного инструктора увидеть, другого инструктора увидеть, там, в глаза что-то обсудить, да, так я иногда просто пишу, будете у пациентов, звякните мне, возьмите меня с собой. То есть вы просто в коридоре, в засаде на инструкторов организовываете? Я неудобно расположена, пользуюсь ситуацией, да, ну, потому что они тоже бегут, еще инструктора у нас пишут, они все тоже медленно, плавно переходят в компетенцию, кинезию специалиста, они все имеют не просто доступ к истории болезни, они пишут в первую вертикализацию, они отписывают каждое занятие в пит-палате и в реанимации, чтобы потом вот не было вопросов, что делали, что случилось, или почему не делали, да, ну, почему не делали, потому что вот они, честно, два раза в день заходят в реанимацию, а там давление 200 плюс, да, ну, куда уж тут, что делать, да, и вот это сегодняшняя просто ситуация, они с утра, они говорят, там назначено, а мы только входим, отмены пишем, да, я говорю, ну, ладно, я пересмотрю, переговорю, да, я говорю, о, ну, вот я сегодня зашла в 150, 153 на 102, я говорю, прям уже все, можно, можно начинать работать, они говорят, а мы пришли через вас после, через полчаса после вас, уже было там 130, не помню, они говорят, мы уже нормально отработали, и после нашей работы давление было 120, я говорю, ну, вот видите, сколько пользы, да, поэтому, поэтому, как бы, а пациент не мой, я только как вскользь его видела, там другой доктор, да, но они увидели меня, они сказали мне вот это, вот мы пересеклись, как бы, меня бы не увидели, куда-нибудь бы написали, поэтому коммуникация внутри, коммуникация вокруг тех, кому трогаем руками, да, она, ну, очень важна в этом варианте, другого нет, скажи словами через рот. Спасибо огромное, коллеги, напоминаю о возможности задавать вопросы в чат, а если вы хотите поделиться случаями из вашей практики по взаимодействию с медицинскими сестрами любой направленности, то предлагаю поднять руку, и можно задать это голосом, либо задать в чат вопрос, потому что, мне кажется, это прекрасная возможность поговорить и что-то обсудить, и поделиться. Хорошо, тогда два вопроса из чата. Первый даже не вопрос, а такая благодарность развернута. Отдельное спасибо вам, Елена Анатольевна, за живой язык и примеры жизни, потому что в клинической практике все именно так и происходит, но мало кто об этом говорит и обсуждает с другими коллегами. Это вот такой был комментарий. Ну, я за правду жизни, я за правду жизни, потому что по-другому никак, да, и очень хочется там работать в идеальном коллективе, в полной МДРК, в изумительных условиях, да, к сожалению, нет. И если вы были на практике, вот на стажировке, ну, не мне одной, не только мне одной, потому что я была с коллегами со своей больницы, мы тоже увидели шероховатости, а вот, да, что тоже бывают косячки, которые там на каких-то моментах, как бы, мы не позалодораться, мы считали это как вот, ну, живое человеческое существование, у всех свои нюансы, да, и все течет, все изменяется в этом мире. Как бы, я за правду жизни, потому что приказ написан, да, реализовывать его, ну, как правило, очень сложно, да, то есть вот я говорю, у нас одна МДРК, я пытаюсь ее расшарить до двух, и пока это не на постоянной основе. Как правило, когда разговариваешь с коллегами где-то с мест, да, тоже, что мы одну МДРК собрать не можем, ну, соберитесь те, кто есть, да, соберитесь те, кто есть, и измените свой режим работы, работать вот в команде, да, ходить толпой, что мы туда пойдем, да, вот поверьте, вы походите неделю, а потом сядьте все и обсудите, что вы видели, и как вообще это выглядит, и что изменилось, да, потому что, ну, ну, что ходить, вот это смотреть в реанимации, он там лежит и лежит, а поверьте, каждый видит свое, это все обсуждаемо, и где-то вот в этом рождается, вот та самая программа реабилитации, ну, я в реабилитации давно, я попала случайно в физиотерапию, но я в ней осталась, и пока не пожалела, и никуда не собираюсь, только если реабилитацию на реабилитацию менять. поверьте, как бы, вот работать командой легче, работать командой легче, но опять есть нюанс, вот у меня опять просто приходят новые молодые сотрудники, мы им все рады, но команда оценивается по самому слабому игроку, мы не футбол, у нас на скамейке не отсидишься, у нас нет такого резерва, поэтому мы понимаем, что мы взяли в лодку того, кто плохо гребет, не гребет, потому что не видел, не понимает, вот стажировки вот это вот показывают, там просто вот следующий вопрос, что вы взяли, мы взяли очень многое на самом деле, на самом деле, наверное, главное, что мы взяли, что это можно реализовать и в наших условиях, да, у нас нет столов боботов, вот этих широких прекрасных столов, я мечтаю про такой стол, я мечтаю про подвесную систему, я мечтаю вообще зальчик запилить в каждом отделении, кто ж меня туда пустит, везде койки стоят, у нас дефицит площадей в больнице, мечтать мне ничего не помешает, да, когда это реализуется, в каких-то условиях, возможно, может быть, может быть, как бы, но вертеть пациента можно не только на бобот столе, его можно крутить на кровати, еще один прекрасный, вот тоже момент коммуникации, реабилитация не все равно, как лежит пациент, поверьте, он не должен лежать с слабой стороной в стену, мы начинали с того, что мы спрашивали у нейрохирурга или невролога, можно мы перевернем пациента, они не понимали, зачем нам это надо, была ситуация, когда сестрам три раза сказали, что нужно перевернуть пациента, мы идем там все на общий обход, пациент опять лежит не так, старшая медсестра отделения стоит кричить на пост, благо он близко, я говорю, я ее толкаю там в бок, да, и шепчу, это так не работает, это так не работает, мы все уже три раза сказали на посту, сейчас обход пройдет, мы там с инструкторами сами перевернем ему кровати, ну, похоже, медсестра слышала весь диалог, какая-то, да, потому что, когда мы после всего обхода пришли с инструктором в эту палату, вернулись, да, пациент был переложен, наконец-то, слава богу, да, теперь они кладут пациента вообще без косяков, вообще без косяков, да, как бы, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, а то завтра приду, переложат, как бы, потому что движение пациентов, экстренное отделение, тяжелое отделение, пациенты двигаются, меняются, да, где был, нету, куда дели, варианты ответа разные, как бы, это первый этап, это тяжелые, нестабильные, больные, как бы, но медсестры, скажем так, и вот этот момент, в какой-то мере где-то словили. Это очень здорово. потому что, потому что я, коллеги из других клиник жаловали, что принципиально вот за пациентом закрепляется койка, и я такая, ну подождите, она же там гвоздями не вколочена, да, как бы она же катается, она двигается, что нельзя перекатить, да, ну вот нет, почему нет, если там даже наши нейрохирурги скажут, ну потому что это реабилитация так придумала, да, меня этот ответ устроит, потому что не нужно нейрохирургу знать эти нюансы, для них, ну для прочих специальностей, вообще ведь реабилитация выглядит как что-то непонятное, да, как бы, что вы там делаете, что ты с ним стоишь, руки на него положила, я с ним дышу, ну что он у тебя так надышит, думаю, я сейчас от пациента руки оторваю, к тебе приложу, ты же дышать перестанешь, я же прям вот, хочется сказать, точки знаю, как бы. Это прям еще одна из тем, да, как отделение реабилитации договаривается и рассказывает о себе другим отделением, то есть нужно договориться не только с медицинскими сестрами, но и с другими коллегами, и мне кажется, это еще одна такая глобальная тема для обсуждения. Слушайте, если с коллегами, если с врачами, у них свои компетенции, пусть они ими и владеют, прости господи, да, я же не лезу к хирургам там, оперировать, не оперировать, и каким доступом, вот они мне будут давать указания, как активизировать пациента, ну, это тоже сегодняшнее, что хотел доктор активизировать, что он хотел активизировать у пациента, речевую деятельность кишечника или альфа-ритмы в голове, скажите, пожалуйста, что доктор активизирует, как бы, а доктор может ответить на вопрос, что он хотел активизировать, он хотел активизировать в тело, по крайней мере, даже не пациент в коме, что активизировать, все тишина в ответе, но сделайте что-нибудь, отлично, мы что-нибудь обязательно сделаем. Отлично. Коллеги, у меня к вам, кстати, предложение, это был вопрос, который есть в чате, про воспоминания Елены Анатольевны, о том, что удалось из курса стажировки применить на практике, напишите, пожалуйста, в чате, где вы проходили стажировку, среди слушателей сегодня много участников стажировок, и это будет интересно посмотреть, где вы были, и какая стажировка вам вспоминается? Я могу сказать для себя, я была в преодолении на стажировке, на самом деле, я была из трех сестрых на экскурсии, я люблю вообще ходить под чужим больницам, потому что кто-то, может быть, придумал решение более оптимальное, чем ты, ты там мучился, люди уже все за тебя придумали, нужно просто, что называется, содрать готовое решение, реализовать его на себе в своих условиях, я прям обожаю ходить в чужие больницы, поэтому я считаю, что чем больше вы будете там дружить домами, дружески заходить к коллегам, вынимая из сумки халат, или вообще без халата прикинувшись больным, как бы на любых условиях, очень интересный опыт на самом деле, самому побыть в качестве пациента, всем рекомендую, со словами, ну и что, что он лежит в коридоре, подождите, он лежит голый в коридоре, и у него критика там сохранная, он нас видит, слышит, а мы тут все кричим, доктор, вы не хотите сами полежать в памперсе в коридоре, доктор моментально меняется в лице, и скрывается из поля вашего зрения, как бы и уже не препятствует, когда реабилитация начинает требовать одевать пациента, накрывать пациента, это как бы никто не хочет лежать голым в коридоре. Да, даже доктор. Елена пишет, что она была в клинике три сестры, спасибо, Елена, за ответ, у нас еще там 20 человек, которые тоже где-то были, Елена спрашивает, а сколько по времени работает инструктор с пациентом, и сколько раз в день? Елена Анатольевна, это к вам вопрос. Здесь нет однозначного ответа, инструктор работает на ПИД-палате, и реанимации, инструктор делает два подхода, я прям говорю два подхода, потому что, несмотря на то, что, например, я как доктор, или одна, или в составе МДРК, мы посмотрели пациента, и у него все было прекрасно, мы либо в чатике написали, что с пациентом можно работать, но у нас инструктора ходят с нами на обходы, в составе МДРК. Пока всех обошли, инструктор вернулся, грубо говоря, к первому пациенту, там через 40 минут, например, а у него уже все не так. Или я там с инструктором говорю, ну пойдем там первый раз его поставим, я тоже хочу, потому что я не очень правильный заведующий, я не хочу сидеть заведовать, у меня даже кабинета отдельного нет, вот о чем я не мечтаю, так это о кабинете. как бы мне интереснее работать с людьми, и я такая не одна таких чумашетник, тоже нормально. Мы подходим к этому пациенту, которого вот я там час, 40 минут, там два часа назад смотрела, у него все было отлично, мы подходим с инструктором, чтобы сделать первую вертикализацию, там и махнуть, что вы можете ходить вот до туда-то, да? Мы делаем тест подни, это, гравитационный, и обратно положили пациента, и все, на этом работа закончилась, мы разворачиваемся к ленингробу, говорим, тут это, как бы, дорогие товарищи, он говорит, шар отлично, все понял, да? там, ну, подойдем после обеда, да, подходим после обеда, а там, например, пульс зашкаливает, но мы подход сделали, мы в истории болезни пишем, пишем консультацию, которая, грубо говоря, выражается словами, так хотели, так хотели, но не смогли, пишем декомпенсацию по витальным факторам, там пишем давление, пульс, сатурацию, ЧСС, ЧДД, ну, это, давление в обязательном порядке, ну, сатурацию, не всегда приписывают инструктора, это кто-то пишет, да, там, если это я была в выходной, да, и у меня немного пациентов на МДРК, там, свежих, я могу это сделать, приписать к себе член, у нас такая вот есть вкладочка, там, члены, приписать инструктора, двух, трех, реневатолога, какого угодно, да, то есть набор команды, да, или инструктор там пишет тоже, он там, я вас впишу, отлично, значит, мне загорится, подписью, да, то есть, как бы, а бывает, что пришли, и все хорошо, и пациенты, то есть, это острый период, по толерантности к физической нагрузке, в первую очередь. Спасибо. Мы смотрим состояние пациента, реанимацию ПИД делаем два раза, а все остальные по мере возможностей, это когда смотришь в таблии, вроде как много инструкторов, когда начинаешь их расставлять по отделениям, семь слонов в две руки. Понятно, спасибо большое. Еще вопрос в чате. Скажите, пожалуйста, как организовано внутреннее обучение сотрудников, в частности, обучение позиционирования? А репетиционную команду не нужно учить, уже давно позиционирование, у нас есть зал, чик, чик, для хранения инвентаря инструкторов, да, там два рабочих стола стоят, рабочие места с компьютерами, инструктора не стесняются сесть в любой кабинет, в ординаторское, за любое рабочее место, потому что, как бы, электронная история болезни подразумевает, с любого места доступ, как бы, выдвинули кушетку на центр зала, и все перекрутились друг на друге, и с подушками, и без подушек, и прикинься, таким больным, и представь, что у тебя тут не работает, а вообще ты слов не понимаешь, поэтому лежи, я сам тебя буду ворочать, и все переворочили друг друга, как происходит обучение внутри отделения. Заведующая, то есть, я говорю, что-то мы, ребята, скучно живем, нам, наверное, тут надо вспомнить, что-то мне кажется, вы тут что-то плохо ориентируетесь, что-то я тут вижу, что вы мне тут косячите, в каком-то вот таком месте, да, что-то не очень вы все делаете, а вроде как должны, пишет график, пишет темы, фамилии вписываются добровольно, кто не вписывается добровольно, вписывается принудительно, выделяется время, и мы друг другу рассказываем, так, как мы можем, кто-то с картинками, кто-то на пальцах, используя любые обороты речи, как бы, кто-то был вот три раза не готов к одной теме, осталось не освещенный, на следующий раз, сейчас мы все повторяем там элементы тоже вертикализации там диагонали ПНФа, в какую сторону крутить пациента тоже, потому что готовимся к следующему обучению, повторяем то, что кто что знал, кто что забыл, кто пользует, кто не пользует, те сотрудники, которые новые, у них есть шанс узнать то, что они не знали, как бы, я глазе, я тоже в этом всем участвую, я в своем отделении могу встать на любое рабочее место, сделать любую процедуру за физию, сестру массаж, не люблю делать массаж, но могу, как бы, тут я позицию клочков и разделяю, минимальное использование пассивных процедур, с инструктором любого пациента, никаких сложностей, я тоже знаю, как кого поднять, да, и там пациент 150 килограммов, я говорю, отлично, я с вами, отлично, я с вами, да, как бы, хорошо, как бы, эта инициатива, как правило, все-таки моя, иногда, иногда там, кто-то из сотрудников проявляет инициативу, когда мы проходим какую-то учебу, как правило, все-таки потом ее тоже надо повторить, ее вот внутри отделения нужно переговорить, каким-то таким манером, рассказывая друг другу, потому что, когда ты вот чему-то учишься, да смотришь, как другие работают, да вообще все прекрасно, понятно, вообще никаких вопросов, начинаешь делать сам, а о, что-то как-то, что-то не как-то, не так-то, да, у меня инструктора ЛФК умеют прекрасно крутить, крутить парафин, это называется, да, делать тепловые аппликации, потому что, вот когда я сказала, они договариваются с медсестрами, там, когда какие-то режимчики ломаются, да, инструктор быстрее сам заберет этот кусок парафина под мышку и придет к пациенту, не будет ждать медсестру, как бы положит, с соседним на кровати отработает там в палате, этого из парафина вытряхнет, он у него будет тепленький уже, да, а медсестра подойдет, только какой-то остывший кусок парафина заберет, как бы, инструктора очень бдят иногда за электропроцедурами, я тут уже тоже говорила, на тебя функция контроля не возложена, он говорит, так это я и сам сейчас, я говорю, хочешь накручить электричество, отлично, вперед, как бы, то есть вот эти вот смежные компетенции, у инструкторов же тоже вот, в проекте профприказа, профпорядка-то, и массажные техники, и физио, да, как бы, все они должны знать, уметь и владеть это, все это они тоже должны делать, а, ну вот тоже, что бы я не отдавала, никаким все острым от слова вообще, я не понимаю, какие вот инструкторские, какую физкультуру отдать медсестре, потому что мы тут смеялись, что, ну нет, даже глазодвигательную гимнастику инструктора у меня не отдают, там есть нюансы, сестры их не знают, то есть они за свое у меня держатся сами, а повторять с отделением, у меня сестры тут обиделись, я говорю, так вы высокого уровня, поэтому мы с вами физию тут ничего и не повторяем-то, тем более вы тут не так давно учились на реабилитационную, там вроде тоже как все повторяли, они такие нет, ну мы с ними нашли момент повторения, мы сняли видеоролик, они прекрасно делают гальвинизацию электрофореса, ролик снимали, наверное, недели две переснимали, то не так говорит, то не туда кладет, то фон не понравился, но потом сняли изумительно, можем гордиться сами собой. Кстати, хорошая идея передачи информации друг другу, и тем более, что у нас действительно сейчас в чате много тех, кто проходил стажировку, наверное, после этой встречи они, кто-то достанет тетрадки с конспектами, а может быть, кто-то попробует еще раз эти тетрадки и конспекты обсудить с коллегами, потому что по свежим следам некоторые, но, скорее всего, не все делятся и делают какие-то презентации, для коллег, но невозможно научиться один раз, пожалуй, что и навсегда. Елена Анатольевна, спасибо вам огромное, была совершенно потрясающая история, потрясающий рассказ, и очень здорово, что участники сообщества, выпускников стажировки про реабилитацию делятся друг с другом, и я думаю, что мы продолжим. Коллеги, если у вас вопросы созреют позже, вы можете написать их в наш чат в Телеграме, Елена Анатольевна уже тогда там ответит, а если вы хотите рассказать что-то из своей практики, то будет здорово, если следующий вебинар будет вашим, потому что мы как раз говорили о том, что развитие профессионального сообщества, где коллеги делятся друг с другом, а не только ездят куда-то к известным экспертам, это как раз самая устойчивая модель развития, наверное, для реабилитации в России. Стажировки про реабилитацию благотворительного фонда «Правмир» продолжаются, идет набор при поддержке фонда президентских грантов, и в течение ближайшего месяца ваши коллеги, если таковые имеются, или, может быть, ваши знакомые из других клиник, еще могут подать заявку на конкурс. Отбор участников по-прежнему ведется на конкурс на основе, и мы очень рады будем видеть всех заинтересованных людей на стажировке про реабилитацию. Елена Анатольевна, спасибо вам огромнейшее, очень рады видеть снова Сургутскую травматологическую больницу уже в новом качестве, в формате снова под эгидой про реабилитацию. Рада вам безмерно. Спасибо вам огромное за возможность стажировки, у меня значительная часть сотрудников переездит на ваши стажировки. Спасибо, что нас всех взяли, спасибо, что не останавливаетесь, кто-то еще как-то задвигается, и всем, кто съездил и собирается, собирайтесь, едьте, а кто съездил, слушайте, мы все в разных больничках работаем, не такие условия, как, конечно, в преодолении или в трех сестрах, но, слушайте, делайте, что можете, делайте, что можете, уже изменится ваш мир, все равно вы что-то подсмотрели, вам показали, научили, и вам будет легче, эффект будет выше. Как бы, ну, среди моих никто не сказал, я там ничему не научился, что такого, это здесь делать нельзя. У всех поменялось, на самом деле, у всех поменялось мировоззрение, что нет ничего невозможного. Потрясающе. Поэтому спасибо еще раз фонду, спасибо, что нас взяли. Возьмите нас еще, возьмите сестер, почему сестры не ездят. Сестер мы берем, кстати, информация, мы берем репляционных, медицинских сестер, поэтому они также могут подавать заявки и также участвовать, скорее всего, по треку физической терапии, но иногда при достаточном выплате работы реабилитационные медицинские сестры проходят трек эрготерапии. Вот, поэтому имейте, дорогие коллеги, это тоже в виду. Вот. Открылась такая страшная тайна. Спасибо большое. Я не знаю. Завтра напишем. Хорошо. Спасибо огромное. До новых встреч. У нас в ближайшее время серия вебинаров будет продолжаться. Вот. И Анна Соболева пишет, что она поняла, что начала мыслить как эрготерапевт. Это потрясающе, когда эрготерапевты начинают мыслить как физические терапевты и наоборот. Конечно, совершенно удивительный результат, который дает такая активная среда профессионалов, которые настолько влечены своим делом, как вы и как все участники нашего сегодняшнего вебинара. Спасибо, дорогие коллеги. На этом прощаемся. Увидимся в нашем чате. Спасибо. Еще до слушания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok